Привет моим подписчикам, привет случайно заглянувшим, меня зовут Юлия Ульянова и сейчас я вам покажу 4 средства для умывания с кислотами и энзимами. Естественно, расскажу, чем они мне нравятся. Я имею ввиду именно средства для умывания с кислотами и энзимами, так называемые отшелушивающие средства. Чем они могут быть лучше тоников, кремов, других средств, когда я их использую и чем они мне нравятся. То есть я не делала отдельного какого-то исследования по составу этих средств, насколько они там классные, лучше всех остальных. Я просто расскажу вам свои впечатления. И начать хочу с того, что далеко не сразу раскусило, что ли, такие средства и мне они казались бесполезными. И мне кажется, что пару лет назад где-то действительно они были достаточно бесполезными, либо очень раздражающими, в общем не особо эффективными и скорее приводящими к таким негативным результатам. Вот последние годы, вот особенно последний год, там 2018, 2019 и будущее, естественно, средства стали более сбалансированными и средства для умывания, которые даже пенятся слегка, которые нужно смывать водой, они стали менее раздражающими, а частенько даже и ухаживающими. Естественно, что подобные средства есть и в корейских брендах, есть в каких-то других. Вы можете посмотреть, если вам это интересно. Отшелушивающие средства для умывания я использую только в утреннем уходе, в вечернем очень редко. Это такое именно утреннее умывание в те дни, когда я точно не хочу больше использовать ни кислотные тоники, ни какие-то кремы с кислотами, ничего раздражающего. Либо я, например, планирую использовать витамин С, и я хочу немножко добавить отшелушивания, но не слишком много, чтобы кожа не была слишком чувствительной, потому что у меня лично есть чувствительность к витамину С. Далеко не каждое средство я могу использовать и так, чтобы у меня потом не было вот такого покраснения или розовой кожи. И чем мне нравится средство для умывания с кислотами, это тем, что я могу сама варьировать этот эффект. Если я нанесла тоник, вот хочу я или не хочу, он будет каким-то образом работать, он там остается. Средство для умывания я все-таки его смываю. Я даю ему какое-то время поработать, и дальше я его смываю. Я могу это время продлить, я могу сделать его поменьше. Если я чувствую какое-то пощипывание, я могу сразу же смыть, например, это со щек и чуть дольше оставить на Т-зоне. То есть здесь, как мне кажется, такая вариативность возникает, которая дает вам возможность подстроить уход под себя. Ну, мне кажется, что примерно понятно, что, как, когда. Если вопросы останутся, обязательно мне задавайте их в Инстаграм, там фотографии этих средств обязательно будет. И вот конкретно о них я расскажу. О том, что я попробовала. Конечно, снова подчеркну, что это не единственное средство, и просто хочу обратить ваше внимание, что они существуют, и, возможно, это то, что может быть вам интересно. В руках у меня средство от Alpha H, оно знаменито своим жидким золотом Liquid Gold. Это средство с гликолевой кислотой, и здесь точно так же гликолевая кислота и молочная. И это крем. Крем мы наносим на сухую кожу, дальше мы даем ему поработать. Потом мы делаем эмульсию с помощью воды, вот немножко это все массируем, и дальше смываем. Я люблю такие штучки смывать с помощью салфетки. Вот такой вот крем, так он выглядит, очень легко наносится, вот таким вот образом распространяется. Он и впитывается чуть-чуть, и сверху чуть-чуть остается на поверхности. Именно такой классный очищающий крем, нежирный. Естественно, что если говорим о очищении, то вот все эти средства только второй этап, когда на вас уже нет ни макияжа, ни средств с SPF. Это те два случая, когда нужно умываться два раза. Потому что вероятность все смыть за один раз, она очень мала. Лучше подстраховаться, мыться два раза. Именно поэтому я, наверное, вот все-таки больше стремлюсь к тому, чтобы это только утром использовать, когда у меня идет одно умывание. Я бы не стала вот эту штучку использовать каждое утро, потому что несмотря на кремовую форму, несмотря на мягкость, все-таки здесь тоже есть эффект. И вот, кстати, благодаря кремовой форме все это дело проходит мягче. И кожа после этого еще такая мягкая. Вот слегка тонизированная. Но это достаточно такое активное средство, если его передержать. Вот это интересное средство. Мне кажется, что оно вот именно для умывания, оно как-то мое самое любимое из тех, что у меня есть. Это Кейт Сэмербилл Эксфоликейт. Это классическая версия, а еще есть версия для нежной кожи. У него было из наборчика. Здесь 50 мл. Я не могу сказать, что я как-то часто его использую, но, как говорится, редко, но метко. Так это выглядит. Наносится уже на влажную кожу. Мы смешиваем с водой на влажной уже коже и оставляем где-то на 30 секунд. Там написано, что 30 секунд. И вот здесь вот вы как раз можете варьировать. Вы хотите это 15 секунд, вы хотите это на одном участке 40 секунд, на другом 10 секунд. И здесь я реально советую вам как-то либо считать 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, чтобы примерно это понимать. Либо если вы слушаете музыку, заметить вот эти 30 секунд. Потому что у нас есть тенденция, ну, не чувствовать этого времени. И когда я не засекала, я однозначно смывала это гораздо раньше. А это не успевает просто поработать, потому что здесь есть и энзимы, и кислоты. И у Kate Somerville у нее свой рецепт. Она смешивает там несколько энзимов. Насколько я помню, это папайя, это тыква и это ананас. Чем вообще хорош этот бренд? Тем, что создатель его, это косметолог, который реально практикует. И она создала эти средства для того, чтобы использовать в своей клинике, в своей практике. Так как к ней ходят не бедные люди, так скажем, в Америке. И она хотела создать те средства, которые они могли бы использовать тогда, когда они не могут к ней приехать. И мне кажется, это действительно очень классное средство. Само по себе аналогов именно по эффекту и по консистенции по всему такому я не знаю. Есть также средство уже такое отшелушивающее, больше как маска. Тоже эксфоликид, оно еще более такого зеленого цвета. Вот то средство, конечно, пожестче, а вот это очень нежное. Это действительно подходит на каждый день, если вам нужно. И если у вас кожа проблемная, то действительно, может быть, это должно быть ваше умывание. Ну, может быть, до пяти раз в неделю, пока все это дело не нормализуется. Потому что кислоты очень нежные. И все-таки эффект есть. Следующее средство очень любопытное. Это Доктор Леви, Доктор Левай. Достаточно большая упаковка, это три в одном. Достаточно большая упаковка, это три в одном. Это маска, это маска пилинг, и это просто средство для умывания. Если нанести это на влажную кожу и слегка помассировать, то это будет просто умывание. Если вы хотите такое более интенсивное имена отшелушивания, то вы тоже наносите на влажную кожу и делаете массаж. Если вы хотите это как маску использовать, это вы наносите на сухую кожу и оставляете до 5 минут, я 5 минут мне кажется никогда не выдерживаю, я где-то после 3 смываю и здесь точно также отшелушивание, это кислоты состав я не смотрела, может быть там есть еще энзимы, но действительно хорошая штучка, хорошо работает, и там еще есть такие вот частички, которые тоже отшелушивают, но их мало, если брать весь объем вот этого средства, этих частичек мало, они мелкие они не так заметны при нанесении, но все-таки вы чувствуете, что что-то там кожу отшелушивает очень мягкие и нежные в то же время работает, и как вы видели тоже такая вот полукремовая консистенция, но уже менее кремовая, чем альфа-эйч, но гель в ее тоже не назовешь, вообще такое интересное работающее средство чаще я его использую именно как легкую быструю утреннюю кислотную маску, для чего и когда, тоже уже в самом начале об этом говорила, и последнее средство, оно наверное наименее любимое мое что ли из всех, хотя оно тоже неплохо в принципе работает мне кажется, оно не такое нежное, как остальные у первых трех средств при отшелушивании и при том, что когда вы ее передержите может быть ощущение пощипывания и всего остального, есть также ухаживающий эффект здесь как-то мне показалось, что этого эффекта чуть меньше, тем не менее, средство клевое, и здесь уже у нас энзимы точно так же здесь и витамин Е в составе другие какие-то ухаживающие компоненты видите, но более похоже на гель, не кремовая, сейчас покажу такое молочко так вот оно выглядит, наносим это на влажную кожу, массируем слегка, смываем, средство такой легкий приятный запах, но я стараюсь его не использовать, когда у меня кожа чувствительная, и в принципе действительно эта штучка работает, мне кажется я не сказала, что это Элинис, у них вообще много средств для умывания, одно из них вот с энзимами и энзимный пилинг с папайей мне очень нравится но его все-таки можно уже отнести к маскам наверное, а не к средствам для умывания это именно средство для умывания, в принципе тоже его стоит попробовать, но если у вас прям кожа очень чувствительная, очень нежная то может быть это не первый будет ваш выбор, но если брать разницу между кислотами и энзимами то энзимы будут помягче и полегче, потому что они кушают верхний слой уже того, что отжила потому что кислоты все-таки действуют поактивнее и вот это средство, наверное самое немножко непонятное при том, что здесь есть ухаживающие компоненты и отшелушивающие мне кажется, что просто не для каждой кожи это будет одинаково нежно это те 4 средства, которые я вам хотела показать они у меня в принципе в активном уходе но просто это не каждый день и очень меня не выручают когда я хочу использовать немножко кислоты и в то же время витамин С днем нанести поэтому медленно, но верно они у меня все-таки расходуются эффект мне очень нравится в принципе достаточно долго уже все эти средства используют уже не один месяц и каких-то негативных последствий я не заметила поэтому хотела с вами отдельно этим поделиться и это все на сегодня я благодарю вас за то, что вы были со мной оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной волне будьте разумными в своем уходе и мы с вами сегодня увидимся всем пока!